Давайте сегодня начнем наше занятие, нашу встречу с того, что обратимся к нашему домашнему заданию. Первое послание фессалоникийцам, первая глава, первый стих. Первое послание фессалоникийцам, первая глава, первый стих. Вроде бы обычное приветствие, ничего удивительного, даже, кажется, ничего нового. И все же давайте, используя те принципы, которые мы с вами обочленяли, о которых мы с вами говорили, посмотрим на этот фрагмент. Мы постараемся увидеть его грамматическую структуру, мы увидим, что говорится о Боге Отце, что говорится об Иисусе Христе, что говорится о Павле. И, в общем-то, не только о Павле. И что говорится о фессалоникийской церкви. Ну, давайте начнем с того, что прочитаем этот текст, и, может быть, есть смысл его прочитать даже в разных переводах. Есть у кого-то другие переводы, например, «Радостная Весть» с собой сегодня? Давайте сначала начнем по синодальному переводу. Кто прочитает? Павел Асилуан и Тимофей, церковь фессалоникийской, в Боге Отце и Господе Иисусе Христе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Так, и в «Радостной Вести» кто прочитает? От Павла, Сильвана и Тимофея, в фессалоникийской церкви, принадлежащей Богу Отцу и Господу Иисусу Христу. Милость вам и мир. Так, обратите, пожалуйста, внимание сначала на очень важное отличие в этих двух переводах. Переводов. Я не случайно попросил прочитать «Радостная Весть». Принадлежащие? Да. Ведь в фессалоникийской церкви «В Боге Отце и Господе Иисусе Христе» непонятно, что же это за «В Боге». И, конечно, в оригинале именно «В Боге». Но помните, я вам говорил о том, что любой перевод – это в какой-то степени толкование. Значит, фессалоникийская церковь по переводу «Радостная Весть» принадлежит Богу Отцу и Господу Иисусу Христу. Для наших наблюдений на начальном этапе, на первом этапе это очень важно. Итак, давайте начнем с того, что говорится в этом стихе. Давайте самое простое сначала. Выделим подлежащее и постараемся выделить сказуемое, если у нас получится, ориентируясь на синодальный перевод, потому что он ближе к греческому оригиналу. Вот кто или что подлежащее этого предложения? Павел, Силуан и Тимофей. Обратите внимание на то, что их трое. Вот когда мы говорим «Послание апостола Павла», первое послание фессалоникийцам «Апостола Павла», конечно, это в основном правильно, в принципе это правильно, но не совсем, потому что у Павла есть соавторы. Вот мы начинаем делать наши наблюдения. С первого же стиха апостол Павел, кроме самого себя, указывает и других людей. Это мы пронаблюдали. А потом, помните, мы говорили о том, что нужно читать телескопически. Читая телескопически, мы рассматриваем этот стих в свете других посланий апостола Павла. Слушайте, насколько часто в начале или в конце послания мы узнаем, что вместе с ним, вместе с Павлом писал его еще кто-то? Довольно часто. В большинстве посланий, так или иначе, указаны другие соавторы. Хотя мы привыкли думать, да, приветствие, приветы передает, с ним кто-то находится. Или, как вот здесь, Павел, Силуан или Сильван и Тимофей. Несколько человек изначально пишут это послание. Значит, у Павла постоянно есть соавторы. Павел, слушайте, величайший апостол, апостол-язычникам. Никогда в своих посланиях не представляет себя таким единственным супергероем. Там, помните, вот малыш и Карлсон, да, как же там, он говорит, уважаемый Карлсон, проходите. А потом малыш, ну и ты проходи, да. Вот, заодно. А у Павла всегда рядом с ним другие люди. Значит, смотрите, что мы сделали. Мы сделали наблюдение. Мы заметили, что кроме Павла названы другие соавторы. Мы сделали толкование. Рядом с Павлом постоянно находились и в его работе, в его служении участвовали другие люди. Потом на этапе толкования мы будем с вами разбираться. И это будет часть вашего задания на завтра. А кто такие? Силуан или Сильван и Тимофей. Что мы знаем о них, ко времени написания первого послания фасланкийцам? Что мы знаем об их отношениях с апостолом Павлом? Это будет часть толкования. Мы увидим, как работает служение, как человек осуществляет, как человек занимается служением. Мы увидим, как Павел готовит своих учеников, как Павел обучает новых, следующих служителей. Он делает какие-то вещи вместе. Он пишет послания вместе, он трудится с ними вместе. Вот Павел и Силуан и Тимофей. Маленький момент, который можно не заметить, мимо которого можно пробежать. Но это величайшее учение для практики служения, для практики любого служителя. А дальше уже на этапе применения мы можем говорить, и говорить мы можем на практических примерах, о том, как служители изнемогают, как они устают, как они падают в одиночестве. И очень часто можно услышать о том, что пастырское служение, это служение чрезвычайно одинокое. Ну как так, кто-то скажет. У пастора постоянно люди вокруг, к нему за советом приходят, он на братские советы ходит сам и так далее. Так-то оно так. Но при этом пасторы в духовной своей жизни часто оказываются одинокими. А смотрите, что делает Павел. Он взращивает учеников, и он изначально приобщает их, привлекает их к своему служению. Вот пара слов, буквально пара слов библейского текста, и сколько мудрости может открыть нам Господь, если мы внимательно читаем. Итак, дальше мы смотрим, что говорится о Фессалоникийской церкви. Давайте действительно с церковью, потом уже об Иисусе мы будем говорить отдельно, потому что сейчас Павел и церкви. Вы уже это сформулировали, повторите, пожалуйста, или кто-то еще, может быть, скажет о том, что мы узнаем из этого фрагмента Офессалоникийской церкви. Она находится в Боге. А теперь вопрос. Если читать синодальный перевод. Павел и Тимофей, церковь Исланикийской, в Боге, Отце и Господе Иисусе Христе. В Боге находится кто? Церковь или Павел и Тимофей? И Павел, и Тимофей, и Церковь, и Силуан. Все находятся в Боге. Или какой-то из этого стиха есть. Из этого стиха. Из этой части, тут по-разному. Тут, по-моему, церковь, церковь, которая находится в Боге. Принцип здесь следующий. Кстати, он работает и к русскому языку, хотя не всегда. Принцип здесь следующий. Фразы, предложенные вот эти фразы, дополнения, так называемые, косвенное дополнение, в ком, в чем, в данном случае, относятся к той части предложения, к которой они ближе всего стоят. То есть, написано церкви Фессалоникийской в Боге, Отце и Господе Иисусе Христе. Ближайшее слово к церкви. Соответственно, соотношение такое, что в этом фрагменте Павел говорит о том, что церковь Фессалоникийская находится в Иисусе Христе. Обычно так. Хотя в некоторых случаях, ну, мы уже не будем углубляться совсем, уходить совсем глубоко, но в некоторых случаях бывает, что слова или такие фразы, косвенные дополнения или обстоятельства, место, например, обстоятельства, место, относятся и к какой-то другой части предложения. Но по умолчанию, если не оговаривается иное, все-таки обстоятельства или косвенные дополнения относятся к тому, к чему они ближе. Значит, в Иисусе Христе скажите, пожалуйста, а вот если я вам поставлю вопрос следующий. Что значит для церкви находиться в Боге Отце, Господе Иисусе Христе? Это вопрос для какого этапа изучения Библии? Что значит находиться в Боге Отце? Для толкования. Почему вы решили, что это вопрос не для наблюдения, а для толкования? А по формулировке вопроса, как вы видите, что это для толкования? Что это значит? Почему вы? Да, я задал вопрос, что это значит? Вопрос сводится к значению. Значит, значение мы устаём на этапе толкования. Но смотрите, какая вещь. Если мы нормально с вами сделали наблюдения, исчерпывающие сделали наблюдения, то мы поставим достаточно вопросов, которые потом понадобятся нам на этапе толкования. И эти вопросы будут иметь ответ. Ещё раз. Если мы правильно сделали наблюдения, то мы достаточно вопросов поставим, которые потом можно будет решать на этапе толкования. И эти вопросы будут иметь ответ. Эти вопросы будут обоснованы. Потому что одно дело задать вопрос, а другое дело задать вопрос правильно. Вопрос, на который ответ действительно существует. Огромное количество вопросов есть, на которые ответов не существует. Например, Саша, Александр, слушай, почему ты до сих пор продолжаешь бить своего сына? Нет, непонятно, ты не уходи от ответа, Александр. Ты же христианин, ну почему ты? Своего сына не греется. Ты тут не оправдывайся, ты прямо говори, почему? Понятно, да? Я задаю вопрос, на который не существует ответа, потому что в вопрос заложен элемент сын Александра, элемент, который не существует. Это как в математике деление на ноль. На ноль нельзя разделить, потому что это ноль. Значит, когда в вопрос заложен какой-то несуществующий элемент, значит, или в вопрос, или в просьбу, представьте, пожалуйста, фотографию Бабы-Яги. Просьба бессмысленная, потому что в ней есть элемент Бабы-Яга. Несуществующий элемент. В понятии Бабы-Яга ничего нет. Значит, я не могу представить фотографию Бабы-Яги. Точно так же к тексту библейскому можно задавать вопросы, на которые Библия не отвечает. Таких вопросов много. Такие вопросы иногда задают. Или на которые Библия не отвечает напрямую. Например, один мой знакомый долго не мог уняться. Он такой ярый, заядлый любитель рыбалки. И он спрашивал, будем ли мы ловить рыбу в небесах? Значит, в небесах будет рыбалка или нет? Прямого ответа в Священном Писании нет. Косвенно можно судить о том, что и ученики Иисуса были рыбаками. И то, что доставляет нам удовольствие, какие-то вещи из этого, естественно, в раю будут. Но, простите, а может быть рыбалка нас там тогда уже не будет доставлять удовольствие? А он говорит, нет, вы мне точно скажите по Библии, вот рыбалка там будет или не будет? Значит, не бойтесь отметать некоторые вопросы. Не бойтесь говорить, что в Библии об этом ничего не сказано. Но нормальное наблюдение будет, да? Ну, море там, да, река будет. Значит, будет река, значит, будет рыба. Но это не значит, что мы ее будем ловить, свежевать, жарить, разделывать, жарить. И так далее. Вот, вы представляете, значит, в раю занимаемся жаркой рыбой. Да, на сковородке. Сковородка, по-моему, из другого места. То есть, понимаете, тогда начинаются такие бесплодные разговоры, которые уводят нас от подлинных разговоров, от настоящих вопросов. Вот, занимаясь наблюдением, мы можем задавать настоящие вопросы. Значит, мы заметили, что церковь находится в Боге Отце и в Господе Иисусе Христе. И мы пока не понимаем, что это такое. И вопрос мы оставляем на следующий этап. Что это значит? Значит, а теперь дальше. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего, Господа Иисуса Христа. Значит, что мы можем сказать на основании вот этой фразы, фразы о Боге Отце и об Иисусе Христе? Что Бог наш и что они вместе. Что они вместе. Что они вместе, что они вместе, неразделимы. Что еще? Что еще, пожалуйста? Кто-то начал говорить. Да. Мы можем делиться благодатью своей. Делиться благодатью своей. Мы видим, что мы делимся. Подождать это как бы недослужный дар. Так. И мы имеем различные дары, поэтому они, благодаря тому, что имеют в себе, хотят поделиться с церковью. Да, пока мы видим. Какой-то проблемой. Пока мы видим, что это делает Павел, Тимофей и Силуан. Значит, на следующих этапах мы уже рассмотрим вопрос о правомочности перенесения это на нас с вами. Мы увидим, что это вполне полномочно. Но пока мы видим, что есть благодать и есть мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, которым Павел, Тимофей и Силуан делятся с Фессалоникийской церковью. Которые они призывают на Фессалоникийскую церковь. Можно сказать, да нет, это просто начало письма и ничего особенного. Как мы иногда говорим, здравствуйте, здравствуйте, чтобы вы, понятно, не здравствовали. А как бы здравствуйте, это уважаемый товарищ такой-то, что не хочу вас больше видеть. Вот так уважаемый или не хочу вас больше видеть. Но нет, Павел постоянно начинает послание и кончает послание этим благодать вам и молится о благодати на своих слушателей, на своих читателей. Значит, благодать Бога Отца и Господа Иисуса Христа это тем, чем мы можем делиться. Совершенно верно. Значит, служа другим людям, Павел делится с ними Божьей благодатью. А теперь смотрите на вот эти приветствия. «Благодать и мир». «Благодать и мир». Помните, как Иисус, входя в дом после своего воскресения, говорит «Мир вам». Вот «Мир вам», «Мир» — это какое еврейское приветствие? По-еврейски это как звучит? «Шалом». «Шалом», совершенно верно. Значит, «Ашалом алейхем», «Мир вам». «Мир вам». А греческое приветствие было другое. «Благодать тебе», «Благодать вам». Но тут мы уже немножко вышли за рамки наблюдения просто. Мы уже пошли в толкование, и мы увидели, как Павел сочетает и то, и другое приветствие. Он ведь, что, он грех, что ли, по рождению своему? Нет, он не просто иудея. Как он о себе пишет? «Еврей из евреев». «Еврей-евреевич». «Самый крутой еврей». Но тут он пишет в церковь, в которой и иудейские христиане в рассеянии, и языческие христиане. И получается сочленение такое двух приветствий. В нем осталась его еврейскость. Ничего Бог с этим не сделал, потому что он служит иудеям. И он призывает мир. Но он также называет, говорит о благодати. «Благодать и мир». Вот вам приветствие. Не сложное такое, простенькое приветствие. Но приветствие, свидетельствующее о двухкультурном характере, бикультурном, если хотите, характере этих посланий. Так, а теперь давайте с вами прочитаем внимательно эти стихи, этот стих еще раз. И поставим вопросы, на которые потом можно будет ответить на этапе толкования. Только ставя эти вопросы, поймите, пожалуйста, что вы это будете делать дома. Ответы на эти вопросы вы будете искать дома. Значит, на самом деле, вопросы ставятся следующим образом. Мы читаем стих, который уже прочитали несколько раз, который, может быть, помним наизусть. И останавливаемся, внимание, останавливаемся везде, где нам что-то не ясно. И записываем вопросы. В нашем повседневном чтении Библии мы разучаемся задавать вопросы. Ну, я не понимаю, ну и что, наверное, никогда не пойму. Наверное, пастор это понимает. А мне как-то не столь важно это понимать. Подождите, если Библия – слово Божие, если эта книга дана нам всем, то нам важно это понимать. Как каждому из нас важно это понимать. Итак, какие вопросы мы можем задать по этому стиху? Кто такой Силуан? Я даже уточню этот вопрос. Запишите, записывайте, пожалуйста, себе эти вопросы, потому что это ваше домашнее задание. Что мы знаем о Силуане? Особенно на момент написания этого письма. Что мы знаем о Силуане? Особенно на момент написания этого письма. Разбираясь с этим вопросом, вы увидите, что в разных книгах Библии даже имя его переведено несколько по-разному. Сила. Конечно, сила. Да. Что мы знаем об этом человеке? Об этом человеке. И поскольку я уточнил вопрос на момент написания этого послания, на момент написания этого письма, я сказал «да», возникает еще один вопрос. А когда написано это письмо? Когда написано послание феслоникийца? В какой момент жизни апостола Павла? Когда и в какой момент жизни апостола Павла написано послание феслоникийца? Это нормальный вопрос. И нам нужна будет определенная дисциплина, чтобы найти на него ответ. Но найдя на него ответ, мы сможем поставить послание в контекст. Мы сможем проникнуть в шкурку самого апостола Павла и посмотреть на мир его глазами. А посмотрев на мир его глазами, мы сможем перебросить мостик современности. А перебросив мостик современности, мы сможем увидеть применение этого текста к нашей современной жизни. Значит, ну, раз про силу мы уже спросили, поставили вопрос. Нужно поставить вопрос и про другого соавтора апостола Павла. Кто сформулирует? Да, Тимофей, конечно. Кто такой Тимофей? Что мы про него знаем? Особенно к моменту написания вот этого письма. Кто такой Тимофей? Что мы про него знаем? Следующий вопрос. Аналогичный. Какая еще реалия здесь упоминается? Фессалоникийская церковь. Что мы знаем о Фессалониках и особенно о Фессалоникийской церкви? Давайте пока хотя бы наметим ответ на этот вопрос. Павел в Фессалониках бывал, не бывал? Бывал. Кто вспомнит, когда он там бывал? В Втором миссионерском походе. Совершенно верно. В Втором миссионерском походе. Кстати говоря, после Второго миссионерского похода, около 50-го года, и написано послание фессалоникийцам. У Павла с посланиями все очень просто. Прямо для студентов в семинарии все сделано. Помните, он ходил в три миссионерских похода, а потом его уже поход в Рим, когда его уже вели туда, для того, чтобы он предстал перед Кесарем. Скажем так, Четвертый миссионерский поход. Вот в Первом миссионерском походе апостол Павел написал сколько посланий? Ну, в Первом. Одно. Я же говорю, все для студентов. В Первом миссионерском походе, скорее всего, он написал всего одно послание, послание к галатам. Это по, скажем так, современной датировке. Во Втором миссионерском походе он написал сколько посланий? Ну, сообразите, раз в Первом одно, так во Втором. Ну, два, конечно. Не проблема. Я же говорю, для студентов все. Первое и второе фессалоникийцам. Вот он был в Трессалонике во втором походе и написал послание после этого. В третьем миссионерском походе он написал сколько посланий? Три. Три, конечно. Что-то так робко. Первое коринфянам, второе коринфянам и римлянам. А в четвертом миссионерском походе, вот это путешествие уже в Рим, он написал сколько посланий? Ну, четыре, конечно. Что же вы так робко-то все, а? Вот. Естественно. Так вот, мы уже, кстати говоря, мы беседовали с Виталием. И он спрашивает, можно потом не для записи, но он спрашивает, говорит, а следующий курс, когда ты будешь делать и как? Я говорю, послушай, а давай сделаем жизнь и служение апостола Павла. Вот. Он говорит, давай сделаем. Я думаю, где-то в начале следующего года, если вы сможете в этом участвовать, сможете к нам присоединиться, это будет здорово. Вот пройдем буквально от начала до его тюремных посланий, письма и заключений как раз по жизни и служению Павла. И посмотрим это все подробно. Так вот, а пока у нас получается контекстуализация такая, что второй миссионерский поход, он был в Фессалоникийской церкви, в втором миссионерском походе. Значит, соответственно, вы задаете следующий вопрос, что мы знаем о Фессалоникийской церкви. Потом это будет нам важно для понимания всего послания. Что значит быть во Христе? Пожалуй, самый главный богословский вопрос этого текста. Ответом на этот вопрос посвящаются десятки страниц авторитетных богословских справочников. И десятки, а может быть сотни статей в богословских изданиях. А естественно, что задавая вопрос, мы должны понимать, не на всякий вопрос мы дадим исчерпывающий ответ. Но, по крайней мере, вопрос помогает нам приступить к пониманию, приступить к толкованию текста. Далее, следующие вопросы, которые мы можем задать. Что за приветствие? Что мы знаем о приветствии? Благодать вам и мир. Что мы знаем о приветствии? Благодать вам и мир. Следующий вопрос, который мы можем задать. Согласно этому стиху Бог Отец и Иисус Христос – источники благодати и мира. Так вот, подтверждается ли это другими местами священного Писания? Смотрите, благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Понятно, да? Значит, Бог Отец и Иисус Христос – источники благодати и мира. Подтверждается ли это другими местами священного Писания? И как подтверждается? Вот всего несколько вопросов, которые мы можем задать к данному тексту, к одному стиху на этапе, готовясь к этапу толкования. Подводя итог, что мы имеем в заключении этапа наблюдения? В заключении этапа наблюдения мы имеем текст, в котором мы выделили основные мысли, выделили основные слова, основные идеи, в котором мы понимаем соотношение элементов, которые мы более или менее можем правильно прочитать, так как нам показывала это вчера наша сестра Алина, к которому мы поставили достаточное число вопросов, допускающих ответ, то есть осмысленных вопросов, вопросов, на которые Библия действительно отвечает. По большому счету на этапе наблюдения мы получаем некий материал для дальнейшего исследования. Если не сделать наблюдения или сделать плохо, то материала будет недостаточно. Тогда толкование придется основывать на собственных каких-то домыслах, а не на библейском тексте. Наблюдение это как корень, связывающий нас с библейским текстом, позволяющий нам черпать из библейского текста. Вот без этого этапа дальнейшее изучение Библии невозможно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok